Бьянка Хвача – человек, который ломает стереотипы. Мало того, что пролетело 13,5 тысяч километров из Зимбабве, чтобы учиться в Беларуси, так ещё и специальность выбрала типично мужскую. Я считаю, что это для меня как вызов, когда говорят, что это только для мужчин. Я люблю ломать стереотипы, поэтому выбрала специальность промышленности, гражданское строительство. Что касается Беларуси, то мне нравятся люди, их отношения ко мне. И новая еда. Единственное, здесь прохладно, а так я чувствую себя, как будто я дома или недалеко от дома. Винишан Тия Караджа – житель настоящего райского острова Шри-Ланка, где плещется Индийский океан и зимой температура воздуха плюс 30. Там есть практически всё, но нет такой системы образования, как в Беларуси. А потому юноша последовал примеру друзей, которые получили дипломы в вузах нашей страны. Я приехал из Шри-Ланки, решил учиться в Беларуси, потому что здесь высокий уровень образования. И по сравнению с нашими ценами, они на порядок дешевле. Когда я вернусь с зарубежным диплом, у меня будет гораздо больше возможностей для трудоустройства. Мне очень нравится в Беларуси. Мне очень нравится в Бресте. Красивый, тихий, спокойный город. И таких, как Винишан, студентов и иностранцев, которые считают наше белорусское образование престижным, в Брестском государственном техническом университете сегодня 160 человек. Не просто учатся, но и поступают на вторую ступень высшего образования. Например, в магистратуре на данный момент 200 молодых людей из Китая. Международный отдел в Брестском государственном техническом университете был образован не очень давно, в 2018 году. Но это не значит, что международной деятельностью университет не занимался. На самом деле, эта деятельность была распределена под другим структурным подразделением, но в 2018 году все было собрано воедино. У нас есть несколько направлений деятельности, и самое главное из них – это работа со студентами-иностранцами. Мы гордимся тем, что наш университет выбирает для учебы ребята буквально со всех регионов мира. Многие ребята понимают то, что Беларусь сохранила значительные степени традиции советской высшей школы, поэтому наше образование считается престижным. Вторая причина – это легкость подтверждения диплома. Во многих странах не требуется каких-то особых юридических процедур. Ну и, кроме того, в отдельных странах дипломы БРГТУ признаются без вопросов. Например, дипломы БРГТУ признаются в Иордании. Юноши и девушки из Ливана и Ордании, Ирака и Сирии, Египта и Судана, Йемена и Африки ежегодно пополняют дружную студенческую семью. В этом году в нее впервые войдут две латиноамериканки. В основном обучение проходит на платной основе, но есть и те, кто учится по межправительственным программам. Я учусь на бюджетном, за счет государства. А как вам девушки наши? А девушки прям, ну, мечта каждого таджика, я бы сказал. Ну, тут много голубоглазых, блондинок, а у нас все кариглазые. Здесь меня называют Эки. Я из Джакарты. Это Индонезия. Брест маленький и очень красивый город. И здесь высокое качество образования. Высокопрофессиональные преподаватели. А поскольку я учусь на подготовительном отделении, это очень хорошо для изучения русского языка. Я уже все понимаю. Я из Нигерии. Сейчас на подготовительном отделении. В следующем году поступлю в университет. Я приехала вместе с сестрой, ведь вместе гораздо легче. Но есть и трудности. Самая большая – это в коммуникации, поскольку я не знаю языка. Вторая – это холодный климат. Но все это преодолеется. Главное для нас с сестрой – получить образование и приехать на родину дипломированными специалистами. Несмотря на сложности и языковой барьер, студенты довольны. А кое-кто из них даже остался работать в университете. Басам Мохаммад из Ливана 7 лет назад учил русский с нуля. А сегодня он специалист международного отдела. Кстати, совсем не исключает, что может встретить здесь и свою половинку. Уже 7 лет тут и все знакомые, все мои друзья уже тут. Нелегко просто так уезжать и просто это все. У меня все родители в Ливане там. Но они рады, что я тут. Они знают, что мне хорошо тут. Есть вариант такой, чтобы жить с белорусским. Возможно.